Также мы привыкли сегодня святое причастие. Слава Богу! Как ваши дела? Все хорошо? Слава Богу! Вы устали от праздников, да? Ничего, мы прошли, мы справились. Мы смогли. Слава Богу! Давай, слава Господу! Наша тема — семья. Я хочу, чтобы мы открыли в послании Ефесянам, третью главу. Вы знаете, семья задумана, семья, где есть папа, мама, дети, бабушка, дедушки, братья, сестры, родственники, вот ваш род. И все это было задумано Богом, запланировано Богом. Библия говорит, что от Бога Отца именуется всякое Отечество. Это Ефесянам, Ефесянам, третья глава. Где Павел говорит в 15 стихе, в Ефесянам 3, 15. Павел говорит, «Я преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле». Всякое Отечество для нас непонятно. Все Отцы, все семьи, все семейства абсолютно именуются от Бога Отца. Почему? Потому что Он Отец. Троица, мы верим в тридинного Бога, Бога Отца, Сына и Святого Духа. Уже сам факт, что в Троице есть Отец и есть Сын, Сын не означает, что когда-то Он был рожден. Сын от Вечности. Божий Сын, Иисус Христос, Он пришел, Он родился Дивы Марии, принял человеческое тело, но как Бог Он вечен. И Отец и Сын, это указывает не на появление Его во времени, а на взаимоотношения, которые у Него есть с Отцом. Семья — это образец неба. Мы с вами тоже, мы родились в семье, у вас были папа и мама. Знаете, почему вы родились? Потому что у вас был папа-человек и мама-человек. Слава Богу за это. И семья — это единственное, пожалуй, что может напоминать небо, то, что есть у Бога на небе, здесь на земле. И семья — это единственное, что, наверное, может напоминать самый страшный ад, который может быть здесь на земле. Мы с вами ответственны, чтобы строить по образцу небесного и чтобы наш род, наши взаимоотношения к нашей семье напоминали небеса. Я вырос в Сибири, и, как у нас говорили, там народ пьет все, что горит, и еще другие там еще есть поговорки такие. Мы жили много родственников рядом, и поскольку несколько домов жили рядом, постоянно два-три раза в месяц были дни рождения. На дни рождениях родня моя напивалась очень сильно, крепко напивалась, очень сильно, так что некоторые потом несли домой или не приползали домой на карачках. Моя мама у нас, мы в семье, у меня еще старший брат на 5 лет, когда мы маленькими пацанами, мальчиками, мама очень просто отучила нас от выпивки. Мы никогда не пили и взрослыми, и до сих пор я не пью, и мой брат тоже не пьет. Отучила она нас очень просто. Она показывала на папу, который приползал на коленях, невменяемый был просто, мычал, мы говорили, хотите быть как ваш папа в таком состоянии? Я говорю, нет. Я говорю, не пейте. И мы поняли, что пить не надо. И когда человек в пьяном угаре совершает страшные вещи, в 96-м году 70% всех преступлений, всех людей, которые сидели в тюрьме, а у нас много, сколько у нас сидит в России человек? Миллион, да? Или кто-то, ладно, хорошо. Не знаю. Ну, 70% из них, когда еще не было наркотиков, но 70% всех преступлений были совершены в состоянии алкогольного опьянения. Алкоголь – это дьявол в жидком виде. Мы не пьем в церкви. Хотя Библия не запрещает пить вино, Библия запрещает упиваться, но в России мы не знаем границ. Летать так и летать, стрелять так стрелять. На крышу так, на крышу, шагнуть так, шагнуть. Ну и что, что? На два метра под землю уйду. И когда мои родственники напивались, порой были драки. И одна же моя тетя пришла с зимой, с лосозащитных очках. Ну и она ты называл. Говорит, Татьяна, что у тебя? Она снимает очки. Там синяк такой, фингал. Играет, ого! Она говорит, у него еще больше. И я смотря на наш... И мой дядька, другой дядька мой, он говорил, Леха, дурак, не женись. Лучше три года в тюрьме. Сиди, чем жениться. И я точно, имея его слова, и смотря на все, что происходит, я думал, нет. Наверное, это не мой вариант. Придя в церковь, спустя буквально пару недель я видел отношения пастора с женой, как они в христианской семье, как общаются, какие могут быть взаимоотношения. И когда я увидел, как пастор с женой общаются, ну, раз, не только в церкви еще, я сказал, Боже, ну, если такой должна быть семья, тогда я хочу жениться, дай мне жену. И Господь усмотрел жертву для меня. Она счастлива со мной, она счастлива. Во имя Иисуса она счастлива, очень счастлива. И началось строительство. Поначалу я совершенно не знал, ну, как ухаживать за... Что значит быть? Ну, как, ну, знал примерно, ну, как, ну, конечно, мы, когда женимся, мы наивно полагаем, что вот, женившись моментально, все будем знать. Как быть хорошим мужем, как делать комплименты, там, как ухаживать за ним, как выражать любовь, там, как, ну, там, так вот все сделать. Ну, это так же глупо и наивно надеяться, что если ты никогда не водил машину, никогда просто сел за ней и сразу поехал, тебе нужно учиться. Так же наивно полагать, что если ты никогда зубы никому не делал, ты сразу так, откройте рот, сейчас я вас, сейчас я знаю, как им не сверлили, сейчас я вам просверлю тут, короче, и жжу, куда. Ты учишься на водителя, ты учишься на врача, на зубного, но на профессию мужа и жены почему-то мы думаем, а, природа мать поможет. Природа мать поможет тебе детей сделать, а потом нужно думать, что с ними делать дальше. То же самое, что я бы удал тебе жену или мужа, и ты сидишь, учишься, что теперь с этим делать подарочком. Как в старые времена, говорят, в Питере, я сейчас в Питере был, раз приходит новая власть экспроприировать золото, деньги, что есть у тех, кто богато живут, и стучат из одной комиссии в дверь, а там евреи открывают, ему говорят, мы экспроприируем для нового государства, что у вас есть, золото, облигации, драгоценности. А он говорит, Сара, золото за тобой пришли. Вот золото тебе дано, и что с этим золотом делать? Знаете, тема такая большая, ее невозможно покрыть сразу, но мы начали со стиха, что от Отца Небесного именуется всякое Отечество на небесах. У нас есть Отец на небе, скажите, у меня есть Отец на небе. Если вы Христа приняли в свое сердце, покаялись в грехах, Бог стал нашим отцом, вашим папой. Какой этот Отец? Библия ясно и четко утверждает его основное качество, не то, что он делает, таким он является. Бог есть любовь, он любит нас. И он повелел нам, людям, в Новом Завете, мы читаем Ветхий Завет, Новый Завет, но в Новом Завете суммированы все его заповеди двумя. Любить его всем сердцем, всей душой, всей крепостью и любить ближнего, как самого себя. Любить Бога, как мы можем любить Бога? Знаете, это очень... Если у нас искаженный образ Бога, в наших глазах Бог злой, мстящий, готовый наказать, как одна сестра говорит, я первая, ну не знаю, я всю свою сознательную жизнь не молилась Богу, потому что буду молиться, Он придет и все грехи вспомянет. Да зачем мне это надо? И как мы можем любить того, кого мы не знаем? В этой заповеди, когда Бог сказал, возлюби меня всем сердцем, всей душой, Он заложил тот факт, что Он хочет открывать нам свою любовь, открывать свой характер, открывать себя, какой Он есть. И когда мы познаем Его, когда мы видим Его, мы встречаемся с Ним, переживаем Его любовь, тогда мы можем в ответ любить. Ты не можешь любить того, кого ты не знаешь. Понимаете? в этой заповеди скрыть тот факт, что Бог хочет открывать тебе свою любовь. Открывать свою любовь. Большинству из нас очень сложно принять тот факт, что Бог нас любит. Я в этом читал в книгах и так посмеивался, когда кто-то говорит со сцены, или ты слышишь, кто-то говорит, Бог любит тебя, мы говорим, ну соседы, это не ко мне. Ну я-то себя знаю, какой я гад, какой я нехороший, о чем я думаю, как я говорю, как я поступаю, сколько я ошибаюсь, меня любить нельзя. Да, я дитя Бога, но в семье не без урода. И я этот вот так. И у нас очень негативная оценка самих себя. Бог, чтобы облегчить нам, помочь нам, что Он сделал? Он, чтобы решить эту проблему непринятия себя, ненависти к себе, когда мы себя корим, бичуем и ненавидим себя, проблему ненависти к себе, Он решил тем, что отдал Сына Своего Иисуса Христа на кресте в жертву за наши грехи. И когда мы верим в жертву Христа и говорим, Господь Иисус, прости мне мои грехи, войди в мое сердце, то тогда Бог берет и тебя старого, ветхого, которого ты себя не... Ну который ничтожество, который ненавидит, который блудит, грешит, ворует, лжет. А что еще делать? Вспомни, что ты делал? Что ты делал? Ладно, не надо, не надо, не буду напоминать, он тебя напоминает старые вещи. Вот нас, которые мы старые грешники, которые мы делали вещи, мы ненавидели, блудили, обманывали, что мы делали? Курили, пили, насиловали, смотрели всякую гадость, обижали людей. Нас таких, Бог распялся Христом. Момент покаяния, это момент твоей смерти, ты умер. Ты, который был ничтожеством, который грешил, ты умер. Ты был убит, ты был распят со Христом. И Бог, и водное крещение, это похороны тебя старого. В момент, когда ты умер старый, Бог создал внутри тебя нового человека, своего сына и свою дочь, и ты являешься чистым, святым и праведным, невинным, как Адам и Ева. Внутри ты сын и ты дочь. И вот этот новый человек, которого Бог создал внутри тебя, Библия говорит, Иисус говорит о рождении свыше, что Бог не ремонтирует фасады, а так вот, грешника, Бог вытащил из тебя грешного, твое грешное естество, пригвозил ко Христу, и внутри тебя, Духом Святым, создал нового. И ты новый, ты любимая дочь, и ты любимый сын. Который чистый, святой, и которого, помните, что вторая заповедь говорит, возлюбив ближнего, как самого себя. Я это несколько раз говорил, и еще раз чувствую, это важно сказать. Вы знаете, прошлым летом я был дома, в комнате читал книгу, стою, и я слышу, как Господь ко мне обратился, Господь сказал, Алексей, я не хочу, чтобы мне служили ничтожества. И я аж сел. Это было, это было неожиданно, всегда неожиданно, как Бог с тобой разговаривает, и это, ну, но Бог с нами говорит, Христос сказал, что овцы мои слышат голос мой. И Господь говорит, я не хочу, чтобы мне служили ничтожества. И моментально, когда вдоль секунды Он показал мне мою жизнь, мои мысли, что все эти годы я придирался к его заповеди, и я не понимал, я внутри как бунтовал и говорил, Бог, ты не последовательный, ты говоришь свои заповеди, возлюби ближнего, как самого себя. Ну, как самого себя. Оказывается, себя нужно любить. Вы слышите такую фразу, себя нужно любить? Аминь. Аминь. Вот три человека сказали, я с этим не соглашался, 26 лет. Я говорю, Бог, ты в своем слове говоришь, что себя нужно отвергнуть, себя нужно ненавидеть, и любить себя, это грех. Я это говорил Богу. И, и говорю, Бог, себя любить, это эгоизм. И Бог мне говорит, ты из-за того, что ты совершал, будучи верующим, какие-то проступки, ты грешил, ты себя ненавидел, ты себя корил, и ты себя не любил. Потому что ты отождествлял себя с тем старым, кем ты был. Бог говорит, я этого старого, который вот этот грешит, я тоже его не любил. Я его тоже ненавидел. И я его распялся Христом. И я создал тебя нового. Гололю, ты новый, ты мой сын, чистый и святой. Вот этого нового, чистого и святого, ты можешь любить? Я сказал, Бог, да, вот этого нового, чистого и святого, я могу любить. Поймите, основой для того, чтобы мы могли любить, почитать родителей, любить братья и сестер дома, любить жену или мужа, является тот факт, что нам необходимо научиться любить самих себя. Если мы не будем любить себя, как ты к себе относишься? Если ты себя ненавидишь, если ты считаешь себя ничтожеством, ты себя отвергаешь, ты будешь отвергать людей. Тебя люди будут раздражать. Они будут мешать тебе. Потому что, что внутри тебя, то выйдет наружу. От избытка сердца, говорят, если ты считаешь себя ничтожеством, хочешь ты этого или не хочешь, автоматически ты будешь относить это к людям. Люди будут для тебя угрозой. Они будут мешать тебе, потому что ты пытаешься справиться внутри со своим ничтожеством. Изменить себя, гада этакого. Ты занят вот этой внутренней работой по самосовершенствованию. Что Бог предлагает? Что Бог сделал для тебя через жертву Христа? Бог убил тебя старого, грешного, грязного, мерзкого, вонючего меня, Леши Лунева. Сораспялся Христом. И мы были похоронены в водном крещении. Мы были похоронены, закопаны. Крещение — это похороны. И Он создал внутри тебя нового человека, воссозданного в праведности и святости истины. И вот этого нового ты можешь принять, полюбить. Вот что дала нам жертва Иисуса Христа, чтобы мы могли, приняв Его жертву, и то, кем Он у нас делал, Библия говорит, Он заделал нас царями и священниками Богу. О ком Он говорит? О ком Он говорит? Кто эти цари и священники? Вы читали в Библии, гипотетически. Написано в книге откровения, что Иисус одет в одежды, и на этих одеждах написано, от боя своего, «Царь, царей, Господь господствующих». Кто эти цари? Я всегда, вот, я 26 лет учил. Кто эти цари? Кто такие цари? Это какие цари? Это президент Путин, Владимир Владимирович Любимого, благословляемого. Аминь. Кто, кто, кто эти цари? Там не сказано, царь неудачников и Господь ничтожеств. Когда Господь сказал мне, я не хочу, чтобы ты служил мне как ничтожество, он имел в виду, что, Алисей, я сделал тебя моим сыном, я хочу, чтобы ты служил мне как мой любимый сын, чистый и святой, и не смотрел на себя как ничтожество. Он показал мне, ты избегал мне, 10 приходили приглашения на собор нашего российского, у меня тут союза, хотя в мире евангельской, там не забирается полторы тысячи, две тысячи пасторов, епископов, мне приходило приглашение, Бог мне показал, а я отказывался туда ехать, потому что я боялся, что общаясь с этими людьми, с пасторами, с духовными людьми, они увидят, какое я ничтожество, какое я жалкий пасторишек. Поймите, смотрите на меня. И когда Господь спросил меня, если ты можешь вот этого нового, которого я создал, принять и принять, полюбиться, сказал, да, Господь, я принимаю люблю. Скажешь, Алисей, ну почему же ты грешил? Я грешил не из-за ветхой природы, я уже, ветхая природа моя умерла, я грешил из-за того, что я верил в ложь. Мы верим в ложь, что мы ничтожество. Мы верим в ложь, что мы никто. Зовут нас никак. И Господь хочет через свое слово, через свой Дух Святой, который есть Дух истины. Слово Божье есть истина. Отец, он, простите, дьявол, он отец лжи. Когда он говорит, он говорит ложь. И, ну из-за того, что, послушайте, мы стали новыми внутри, с сынами Божьими, царями, священниками Богу. Но внутри нас есть ложь, ты ничтожество. И ты, как царь, живешь в свинарнике убогого мышления. Но это не ты, аллолея, это все другие люди, аллолея, и над ними мы тоже работаем. Да поможет им Господь. Аминь, аллолея. Скажи, я Божье дитя. Я новый человек. Я сын Бога. Я сын царя. Я царского рода. Молодец, Маги, спасибо. Это фундамент. Когда мы принимаем жертву Христа, и тем, что Христос через жертву сделал для нас, мы начинаем любить себя и принимать себя. Когда мы начинаем любить себя, мы начинаем любить других людей, принимать других людей. С нами все в порядке. Я дитя Бога. Я любим. И той мерой, которой я переживаю его любовь, я могу эту любовь давать. Аминь, аллолея. Наша задача с вами не научиться новым путям. Знаете как, ну, что-то делать для Бога. Нам нужно учиться, а как принимать Божью любовь? Просто принимать. Мы вчера ехали из конференции в машине, 10 часов с Питера. И я еду, знаете, и что-то так усталость такая. А потом я думаю, Господь, ты же сейчас со мной. Папа, ты со мной. И вот эта мысль, папочка, ты со мною, Бог Отец, это так приятно, так радостно. И у меня откуда-то силы пришли, аллолея. Силы взялись, аллолея. Поймите, когда мы верим в его любовь, переживаем, ощущаем его любовь, входим в его любви закутанные, обличенные, завернутые в любовь, как вот мать берет ребенка на руки, вот тут раз вот, вот Бог говорит, я, одно из имен Бога, в Ветхом Завете, Бог Эль-Шадай, Бог материнской груди. Вот Бог обнимает тебя, Он есть любовь, Он хочет обернуть тебя, закутать свою любовь. И когда мы его любовь переживаем, знаете, что с нами происходит? 1 Користью, 13 главу откройте. Вы автоматически с вами начинает происходить следующее, что когда ты переживаешь, ощущаешь, чувствуешь его любовь, 1 Користью 13, 4 стиха, тогда ты будешь долго терпеть в семье, по отношению к жене, к детям, они не будут тебя раздражать, не будут хотеться полка на спустить или жучку. Когда ты завернут в Божью любовь, когда ты принимаешь его любовь, ты не отвергаешь, послушайте, богатство благодати его, послушайте, он сделал нас сынами и дочерями, он сделал нас священниками, он сделал нас царями, ты имеешь царское достоинство. Помните, евреи вышли из Египта, они были рабами, они шли по пустыню, но не вошли, цель-то была, чтобы они в пустыню ходили или в обедованную землю зашли, чтобы обедованную землю вошли. Проблема была в том, что они вышли из Египта, но Египет не вышел из них, и они постоянно хотели вернуться обратно. Они остались рабами в своем мышлении. И когда рабы умерли, все мужчины старше 20 лет, 606 тысяч человек, за 40 лет они умерли, когда рабы умерли, новое поколение восстало, которое родилось в пустыне, которое не были рабами, с рабским мышлением, они сказали, хватит песок жирать, мы хотим идти вперед, мы хотим войти в Хананскую землю. И они вошли. Бог ждет нас, когда ты старый, ты уже умер. Бог ждет, когда мы изменим, мы умертвеем ту ложь, в которую мы верим, откажемся от нее. Аминь. Аллилуйя, слава Богу! Итак, в семье. Вот это базис, понимаете? Если ты считаешь себя, если ты смотришь на себя, твоя идентификация, я ничтожествен, я у Рудина, я у Рудины из Рудины. Ну, поймите, мы так, у нас у всех, я слышал интервью с Миссис Вселенная, Миссис Вселенная, это женщина, которая, то есть, она выиграла в своем городе, в своем, в своем, в городе шелкайвурук, Миссис Крива Младая. Выиграла в своей стране, стала красавица, выиграла конкурс между странами, и потом Миссис Вселенная, не знаю, с кем она там, с чудиками, с страноплодианами соревновалась, супер-дупер красавица, и ее в интервью задают вопрос, а как вы на себя смотрите? И она, Андрей говорит, я всю жизнь считала себя уродиной. Секундочку. Люди говорят, ты красавица, а она считала себя уродиной и никчемной. Говорит, а как же вы победили? Говорит, подруги в меня верили, ободряли, друзья, ты справишься, ты нормальный, я на их вере, вот это так вот. Но внутри она, все, я уродина. Но если нет вселенной, что уродины, то, ну ладно. Бог все нашел роста, все нашу безобразность, всю нашу греховность, уничтоженство взял, взял на крест, он умер с этим, он сделал тебе новым, ты новый, поймите, новое творение, старое прошло, я все новое, ты сын и ты дочь, папа любит тебя, ты любим, она ведь не можешь любить других людей, есть в семье, есть три момента в семье, три момента в семье, которые мы хотим сейчас затронуть, это первое, почитание, исход 20 глава, 12 стих, там сказано, исход 20, 12, почитай отца и мать, почитай отца твоего, мать твою, чтобы тебе было хорошо, и чтобы продлились дни твои на земле, которые Господь Бог дает тебе. Библия говорит, что, во-первых, мы почитали родителей, дальше, 1 Петра 3,7, 1 Петра 3,7 сказано, чтобы мы, мужья, почитали своих жен, 1 Петра 3,7 стих, чтобы мы, мужья, а также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно, с женами, как с немощнейшими сосудами, оказываем честь, честь, уважение, тебе нужно, если ты муж, тебе нужно оказывать честь, уважение к своей жене, я уважаю тебя, я чту тебя, ты умница, ты красавица, если не будет это делать, крдык, небо закрыто, Бог не будет слышать твои молитвы, поругался с женой, не разговаривает с тобой, и все, хоть не замолись, головой стену бейся, Бог не слышит твои молитвы, сначала померись с ней, потом поговорим, когда ты женился, и твоя дочь христианка, Бог на тебя является тестью, ладно, ты женат на его тюрьму, все, забудьте, не помнишь, твоя жена, дочь, Бога отца, кто он для тебя, хорошо, и так нам нужно, почитать родители, нам нужно чтить наших жен, женам необходимо, ефесянам 533, вот тут мужья любят своих жен, братья наклонять, прямо тыкать носом, в это место писания, так же каждый из вас, долюбит свою жену, как самого себя, а жена в ответ, добоится своего мужа, в другом месте, долюбит свою жену, как самого себя, смотрите, если вы себя не любите, если вы себя не приняли, вашей жене тяжело, очень тяжело, очень тяжело, как самого себя, той же меры, если я любим, я новый, твоя жена будет счастлива, а жена боится, слово боится, не так, что она как сейчас, бутылку возьмет, разобьет ее в голову, боится, чтит, уважает, женам необходимо чтить своих мужей, в Псалме 126, 3 стихе, Псалом 126, 3 стих, там сказано, что дети награда от Господа, дети, это благословение от Него, Псалом 126, 3, нам так же нужно любить, и почитать, чтить своих детей, правильно к ним относиться, она говорит, вот наследие от Господа, дети, награда от Него, наследие, дети, награда от Него, плод, чрево, важно понимать, что мы чтим человека, не из-за того, что он заслуживает, что он что-то сделал, кто-то говорит, нужно заслужить от меня какое-то уважение, нет, мы почитаем человека из-за того, что Бог сказал нам это делать, из-за того, что этот человек является образом и подобием Бога, это является основанием для того, чтобы почитать этого человека, Чтить мужа, потому что он глава семьи Чтить ту позицию, которую Бог дал ему Он друг, он защитник Чтить жену, потому что она помощница, она спутница Она красавица, она комсомолка, спортсменка Чтить родителей за то, что они дали нам жизнь Они свою жизнь посвятили тому, что Скажем, родители не посвятили свою жизнь мне Но они дали тебе жизнь, за это можно почитать Они защищали тебя, обеспечивали Почтить детей, потому что они дар от Бога Аминь Как мы почтение можем выражать? Почтение мы можем выражать словами Словами, твои слова Знаете, мы как родители Родители призваны своими словами сотворить судьбу детей Сами того даже не знаю Давайте откроем Бытие 27 Бытие 20 глава, 7 стих Сейчас мы переключаемся От того и так Базисом, основанием для того, чтобы мы В семье у нас было хорошо Поймите, чтобы Бог обеспечил для нас через жертву Христа То, что Он сделал нас новыми Новыми Мы дети Мы сыны и дочери царя Это базис И потом Бог говорит Вот сейчас, когда ты любим, когда ты принят Тебе будет легче исполнять мои заповеди Почитать отца и мать Правильно воспитывать детей Строить семью Поймите, в семье мы призваны любить Отдавать любовь Не только принимать ее, но отдавать любовь В семье Мы сейчас говорим о вашей семье Обратите внимание Здесь нет совершенных семей Авраам назван отцом веры Помните Авраам? Да? Он ходатайствовал перед Богом Чтобы Бог не уничтожил Содом и Гоморру Бог послушался его Авраам назван другом Божьим Была ли у Авраама идеальная семья? Нет Авраам два раза Из-за страха за свою жизнь Отдавал свою жену Первый раз фараону Фараон увидел, что жена красивая Говорит, ну как, цара красивая Послал слуг Ты кто? Она говорит, я Ты кто? Авраам Я сестра его Авраам сказал, чтобы меня не убили Задя, потому что такая красивая Скажи, что ты моя сестра И написано Фараон взял Сару, себе жены Бог поразил Короче, там наростами Проблемы начались Язвами дом фараона И фараон понял Из-за чего это дело Вернул Аврааму Еще подарки Скот Авраам вышел из Египта Весьма богатый Там серебром и золотом Из-за того Заработал на жене Ну вот так Просто Если бы я в одной И нормально То есть Ну как Если бы я свою жену отдал Вот так Вот мне бы Не знаю Я бы сейчас Перевязанный Ходил здесь Мне бы прилетело Вообще Не отдалась бы Наву Как Авраам отдал Свою цару Потом Другой раз Это произошло Он понял Что Можно Мы не знаем Что он понял Но он пришел В другую страну Авимилех Другой царь Авимилех Опять То же самое Отдает Ее И бог Восьми Приходит К Авимилеху Бог во сне Говорит Из-за того Что ты коснулся И я ее Эту женщину Сару Она жена Другого человека Я тебя убью Авимилех говорит Так я ж не знал Я в неведении Бог говорит Потому тебя не убил Еще Говорит Иди Возврати жену Мужу Ибо он Пророк И помолится О тебе И ты будешь жив А если не возвратишь То знай непременно Что умрешь Ты и все твои Понимаете Мне нравится У Авраама Был несовершенный брак У тебя У меня У нас нет Совершенный брак Мы все на пути Я первый раз Когда проходил Супружеский курс У нас так И тоже Супружеский курс И на супружеском курсе Мы разбираем Такой момент Как разрешать конфликты Я услышал такую фразу Что в любом браке В любой семье Обязательно Между мужем Жилой Рано или поздно Будет конфликт Если нет конфликта Значит кто-то из вас Умер Нет конфликта У папы Ринского В браке Нет Он в целибатии Безврачие И когда я услышала Что Если у тебя есть конфликты В браке То у тебя нормальный брак Я так ободрался И пастор Масулла Свои примеры Приводил И ну Эта жизнь Везде Где двое человек Начинают что-то делать Рано или поздно Между ними возникнет Недопонимание Нужно учиться его решать В любви Мы решаем Обычный конфликт Возник Мы либо забрала Мы как носороги Забрала Опустились вперед Понеслись Либо мы как и жизнь Свернулись И вот так вот укалываем Все люди делятся На две категории Либо носороги Либо ежи в конфликте Кто из вас На сорок поднимите руку Честно Кто еж А остальные Ежи трансформеры Да До времени Так Ежи Потом Отдохну Смотрите К чему я это веду Что Почтение Мы выражаем Словами Во-первых Родители Папа и мамы Смотрите Первый раз Слово пророк Упоминается Вот здесь Бытие Двадцатой главе И пророком Назван Авраам Имя Авраам Означает Авраам Просто Авраам С одной А Отец Народов Имя Авраам Отец Многих Народов Его имя Означает Отец Я сейчас говорю Мурашки Похожи Отец Является Пророком Своей семье Когда Отец Говорит Своей дочери Ты красавица Ты умница У тебя вырастет Просто Ты принцесса Я завидую Тому мужчине Который Будет Стоять рядом С тобою У тебя Все получится Ты будешь Большой начальницей Под тобой Будут работать Тысячи людей Ты будешь Летать По всему миру Отец Как власть Имеющий Он является Пророком Семья Авраам Назван Пророком Пророк Его имя Означает Отец Народов Отцы Призванные Пророк Пророк Говорит Будущее Говорит Судьбу Человека Вы Мужчины Вы братья Те которые Еще есть Дети Вы Отцы Не молчите Когда Вы молчите Вы лишаете Своих детей Благословений Вам нужно Говорить Будущее Вам нужно Говорить Судьбу Ваших детей Я пришел В книгу Пастора Моцулу Где он Пишет О том Что я Часто Говорю Своим Детям Что Вы Самое Лучшее Сажу Дети Вы Самое Лучшее Что Случилось В моей Жизни Моя Не молчите Власть Наделять Судьбой Своих Детей Скажешь Я ничего плохого Не говорю Есть власть В твоих устах Говори Жизнь Говори Жизнь Своим Детям Провозглашая Ты получишь Ты мужчина Ты сильный Ты крепкий У тебя все получится Ты дочь Бог даст тебе Замечательного мужа У тебя будет Замечательная семья Хорошие дети Муж тебя будет любить Работать на одной работе Но получать за троих Говорите В семье Жизнь Говорите Жизнь Своим Женам Своим Мужьям Я горжусь Тобой Я люблю Тебя Если бы У меня была Возможность Еще раз Жениться И скоро Женился На тебе Мы почтение Выражаем Своими словами Слова Творят Судьбу Авраам Как отец Он благословил Знаешь Что такое благословение Благословить Словом Сказать Что-то доброе Когда мы Говорим Доброе В жизни Людей Мы оживляем Мы как цветы Поливаем Завядшие Водой Они оживают Мы призваны Благословлять То же самое Делайте Матери Своим Мужьям Открыли Айте Своих Мужей Говорите Мужья Своим Женам Родителям Детям Мы призваны Своими словами Послушайте Выражать Почтение И Восвобождать Жизнь Слова Творят Атмосферу В доме То что мы Говорим Аминь Мы выражаем Почтение Словами И мы выражаем Почтение Через то что мы слушаем Мы чтим того человека К которому мы приходим Садимся И слушаем Когда мы даем ему свое время И внимание Стопроцентное внимание Мы почитаем этого человека Как вы себя чувствуете Когда вы что-то говорите Важно или не важно А вас слушают Вот так вот внимательно Наклонившись вперед И аж приоткрывши рот Внимательно Внимательно Как вы себя чувствуете Поделитесь Хорошо Как еще Принятым Еще Уверенным Как еще Любимым А как вы себя чувствуете Если вы говорите что-то А вас слушают плохо Или в телефоне играют Как Отвратите Носорогами чувствую Рок растет И вилы достает Как еще мы чувствуем Если нас Не слушают Что мы Неважные Мы пустое место Мы никто Послушайте Выслушивая друг друга В семье Очень важно Слышать друг друга Не просто Общение бывает На трех уровнях Мелкое Поверхностное Привет Привет Все Как ты Да нормально Все Это поверхностное общение Второе Второй уровень Обмен фактами Привет Как дела Да нормально Сходил в школу Пришла из школы Как дела Как оценки Поделился Это тоже Это мелкое общение Неглубокое Можно научиться слушать Как дела И услышать Что у человека На самом деле Что у тебя происходит Что у тебя внутри Выслушиваете Эмоции Выслушиваете чувства Делитесь вашими переживаниями Мужья с женами Дети с родителями С детьми Мой отец Никогда Он был в семье Но эмоционально Отсутствовал Он никогда Не делился тем Что происходит У него внутри Никогда Не спрашивал Что происходит Со мной Он задал Мне всегда Два вопроса Как дела И как оценки Он был хорошим Отцом Замечательным Он водил меня За грибами На рыбалку Он любил меня Но он не знал Что не только Нужно спрашивать Дела и оценки Но нужно было Поделиться Что у него внутри И поинтересоваться Что у меня внутри Вот этот Глубочайший уровень Общения Когда мы слушаем Человека Его сердце Его чувства Мы прочувствуем Его нужды Когда мы Пускаем другого человека В наш внутренний мир Делимся нашими чувствами Что мы переживаем Мы уже не одиноки Другой человек Подставляет плечо Под нашу ситуацию И мы уже не одни Мы не одиноки Вот что дает семья Понимаете Быть не одиноким Как Сейчас я В одну семью прибегает Дочка Со школы Плачет Ревет Рыдает Короче Забилась Владобкой И в истерике Там просто плачет А что случилось Она должна была Сделать поделку Такую На бумаге Плотной Белой Нарисовать Ручки Какое-то там Письмо И потом Поддержать Это над Свечкой над огнем Чтобы пожелтело Чтобы эта бумага Мела вид пергамента Но у нее этот пергамент Вспыхнул Сгорел И Короче Ничего не получилось Она пришла домой Что-то Она проиграла Два этих случая Ну не важно Она расстроилась Прибежал домой в кладовку И мама Что она сделала Она взяла Еще двух детей И Залей Сели в кладовку С дочкой И просто плакали С ней 20 минут Просто вместе плакали И когда они Не надо выключить И когда они плакали А Кто-то попросил Говорит Принеси младшего Там Четырехлетнего Принеси салфетки Он заходит В кладовку Салфетками Сморкается В них и дает им Короче И они все смеются И эта дочь Когда она выросла Потом Которая плакала Она говорит В дневнике Потом мама Нашла Говорит В тот день Говорит Я почувствовала Что значит семья Что меня любят Говорит Для меня Для меня Любовь Означает Что со мною Плакать Плакали в кладовке Нам нужно плакать С теми людьми Которые плачут Слышать Что в их сердце Оказывать Почтение Человеку Это выслушивать Родителям Которые Пожилые И старелые И они Вырастили нас И они одни Вы почитаете Если вы даете Своё внимание Выслушиваете Итак Слава Давайте встанем Не такая прямо Аллилуйя Вот такая вот Семья Это то место Где мы учимся любить Но прежде всего Мы учимся Принимать любовь От Бога и Отца Он От него именуется Всякое Отечество Всякая семья Любой отец Чтобы он был отцом Для этого необходимо Ему быть Сыном Бога Отца Аллилуйя Или матерью Чтобы быть Нужно быть Дочерью Небесного Отца Чтобы принимать Эту любовь И мы могли отдавать Нам необходимо Нам необходимо Нам нужно Крайне важно Принять то Что Христос Сделал для нас Чтобы мы Принимая Его любовь Мы могли любить себя И любить Почитать Родителей Мужей, жен И детей И выражаем мы Почтение Нашими словами Мы выражаем Почтение Через то Что мы Выслушиваем людей Мужей Жен Слушаем детей Слушайте детей Они сейчас В телефонах В айфонах Садитесь с ними Уделите время И послушайте Мы так заняты Мы несем У нас 2-3 работы Нам семью Как-нибудь надо Сядьте Просто послушайте Спрашивайте Что они чувствуют Что они делают Что у них внутри Поделитесь тем Что у вас внутри Почтите их И вы Отцы Пожалуйста Не молчите Вы Авраам Первый пророк Библии Который он помял Это Авраам Отец Отец Дает судьбу Дает направление Нашими словами Родители Мы даем судьбу Мы окрыляем Ободряем Наши детей Они вылетают Из гнезда Окрыленные А если мы Говорим только слова Что ты сделал Да кто с тобой У тебя руки Из того места растут Мы только Придираемся Унижаем Наших детей То мы выдергаем Из них перья Они потом Даже летать не могут Да не будут Давайте мы помолимся Давайте мы помолимся